привет всем извиняюсь за опоздание с пятницы вас сегодня хотела бы вас проинформировать о том что у нас происходит на рынке данные как всегда периодически я это делаю кому интересно оставайтесь со мной меня зовут нара я риэлтор работаю северной вирджинии теперь подала на лицензию в мэриленд посмотрим когда я ее получу делюсь своими знаниями и перевожу на нормальный язык ту информацию которую мы получаем со всех сторон и вот сегодня как раз тот случай когда я вам немножко переведу информацию которую мы получаем от наших специалистов чтобы вам было более понятно вообще что же происходит на рынке недвижимости в связи с тем что же что вот происходит на рынке с безработицы экономикой вот так что давайте осмотреть начнем с того что был прогноз что в июне 3 миллиона рабочих мест будет добавлено на самом деле добавлено 4 ты 4 и 8 миллиона что в общем-то радует и хотела бы заострить внимание на том какие виды рабочих мест были добавлены это лиджер и hospital и как вы видите то есть это говорит о том что вот те потери рабочих мест они как раз вот и были вот в основном в этой в этих промышленностях да где лежи на hospitality retail когда народ просто засел по домам и никто не хотел никуда не ездить не выходить сейчас потихоньку люди начинают привыкать к создавшейся ситуации и надеются на то что все-таки идет какой-то прогресс в борьбе с этой заразой потихоньку народ начинает выходить соответственно мы видим что уже 4 и 8 миллиона рабочих мест было добавлено в июне с мая месяца а если посмотрите на статистику из бюро labor statistics на момент 2 июля вы увидите что unemployment а вот эти 11 и 1 процент unemployment из все равно почти восемьдесят процентов как бы работают да все равно работу многие не потеряли и посмотрите что львиная часть очень большая часть большая часть этого unemployment состав это это темп temporary работа да не permanent а есть такое понятие как core unemployment это когда процент временных рабочих мест отнимается из общей суммы рабочих мест отнимается постоянные и остается вот такой вот core да как бы и по сравнению с маем в мае вот этот core unemployment то есть постоянные рабочие места составлял пять процентов сейчас в июне таких рабочих мест которые были потеряны именно перманентные постоянные увеличилась на 5 и 9 то есть идет в тренд что вот эти постоянные вот этот вот unemployment core unemployment он увеличивается но по сравнению с 2010 годом он все равно относительно низкий то есть на это тоже можно внимание обратить а еще одну информацию хотела бы вам дать это вот статистические бюро нам дают что из всех фаберенс фаберенс это когда человек не может платить его моргично он теряет работу и теряет доход и не может оплачивать допустим моргидж и договаривается со своим банком что вот я не буду платить там сколько-то месяцев эту сумму банк добавляет в в конец кредита там у них есть своя свой как бы протокол так вот из таких людей которые не могут заплатить за моргидж 59 процентов имеют больше чем 30 процентов и кути 77 процентов у них как как минимум 20 процентов и кути в доме как мы раньше говорили да и кути это та часть стоимости дома которая уже принадлежит хозяину то есть это стоимость дома минус сумма кредита и вот остаток это именно кути так вот посмотрите сколько людей 90 процентов таких по фаберенс у них как минимум 10 процентов и коди чтобы продать дом минимум нужно заплатить комиссионных там со всеми другими издержками но где-то порядка 6 7 процентов то есть у 90 процентов людей которые вынуждены были подать на фаберенс они спокойно могут себе позволить продать этот дом расплатиться со всеми этими издержками и уйти из под моргидж если у них есть такая необходимость очень многие продавцы переживали что и переживают что из-за вот этого вируса они не смогут продать свой дом 87 процентов таких продавцов они как бы переживают да что дом не продастся на самом деле 372 тысячи домов было продано в прошлом месяце только в сша если вы посмотрите на опять-таки статистику которую нам предоставляют наши все think tanks и это все из реальных данных собираются все показы в северной америке то есть идет информация скапливается мы используем электронные логбоксы где вся информация скапливается в одном центре и в этом центре идет анализ того что происходит и как вы видите на март месяц до марта месяца шел очень такой хороший рост количество показов домов в марте все это рухнуло и посмотрите опять пошел рост мы опять потихоньку начинаем ну даже я бы не сказала потихоньку но мы хорошо уже как бы количество показов нормализуется смотрите а и вот вы увидите что в среднем по нации да по всей по по сша 21 процент с по сравнению с прошлым годом идет увеличение именно количество показов наше мы считаемся где-то вот салф доход мы немножко и не можно сказать что мы где-то к 0 есть но наша вирджиния нас почему-то к югу при приклеивают как бы при прикрепляют поэтому наша статистика где-то примерно 23 2 и сейчас вот этот граф который я бы хотела тоже вам показать это вот recovery индекс и этот recovery индекс он рассчитывается из четырех показателей спрос предложение цена и количество времени на рынке и как вы видите начиная с мая с мая этого года мы опять идем стабильно наверх мы сравниваем с бейслайн на момент 1 февраля то есть 1 февраля да мы шли наверх потом резко все стало падать и мы опять идем мы практически приближаемся к нулевому уровню к первому февраля а что происходит на самом деле смотрите новых домов на продажу по сравнению с прошлым месяцем месяцем увеличилась на 18 8 процентов вернее извините дома которые только что пошли под контракт это pending sales это под контракта дома 18 8 новые дома которые только вышли по сравнению с прошлым месяцем увеличилась увеличилось количество на этой на 5 и 2 но при этом количество всех домов на продажу уменьшилась на 21 процент количество новых домов вышедших на продажу по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 16 6 процентов Что это, о чем это говорит, как это можно как бы понять вообще, что это значит Несмотря на то, что количество новых домов на продажу выставленных начинает все-таки расти с мая месяца Смотрите, мы упали, у нас на рынке было затишье, количество домов выставленных на продажу упадало Потом в мае это все начало опять уходить наверх Но количество всех домов на продажу, не новых, а именно всех, которые еще там долго до этого сидели Они все уходят вниз, дома распродаются как горячие пирожки Если вы посмотрите на процент домов на продажу по сравнению с всем количеством людей, живущих в домах в США То вы увидите, что в среднем нормальное число это 2,4 Это long-term, средний такой коэффициент, да, от всех живущих 2,4% было домов выставлено на продажу Сейчас он составляет 1,2% Это вам говорит о том, что насколько идет дефицит домов на продажу Насколько все-таки спрос превышает предложение Это не только здесь, в Вирджинии, в Северной, это по всей стране Были проведены несколько surveys, где такие большие корпорации Включая Fannie Mae, Freddie Mac, Ассоциация риелторов, Ассоциация ипотечных банкиров Их как бы спрашивали, что вы думаете будет в 2020, 2021, 2022 году Посмотрите, все зеленое Вы посмотрите, что уже в 2020 большинство этих аналитиков говорят, что все-таки цены на дома увеличатся в среднем на 3% В 2021, посмотрите, увеличение, все думают, что будет увеличение Кто-то меньше, кто-то больше Но на 2022 год вообще оптимизм Почему? На чем это основывается? Это основывается на том, что процентная ставка очень низкая Она будет держаться очень низкой, так люди, по крайней мере, говорят Я не знаю, у меня нет кристального шара, я не могу ничего обещать Но люди говорят, что она еще будет держаться на низких уровнях Люди хотят больше площади То есть многие сейчас работают из дома И очень многие будут еще долго работать из дома Поэтому необходимы дополнительные комнаты Откуда человек может работать, разговаривать по телефону без всяческих помех Где, то есть это, соответственно, больше площади требуется Плюс люди хотят уехать из квартирных, многоквартирных домов Или там мест, где очень много сконцентрировано жилья Подальше У меня очень многие клиенты хотят уехать на землю Где дом стоит на большом участке Чтобы к соседям слишком близко не было Я сама вижу такой тренд То есть это на самом деле люди действительно так хотят уезжать подальше от города Потому что, в принципе, в офис уже ездить не надо Очень многие организации поняли, что они могут действительно нормально держать своих работников Работая из дома Уже необходимость кататься в DC постоянно каждый день нет И ее долго не предвидится Поэтому люди готовы уезжать Если есть интернет и есть работа, то почему нет, да? Сейчас около 30% людей, как бы сказали, что они хотели бы переехать из густонаселенных районов Это больше, чем в два раза большее количество людей Которые уже живут вдалеке от таких густонаселенных районов И они, в общем-то, вообще никуда не хотят, никуда переезжать И спокойно себе живут И здесь вы видите наглядно график, да? Что покупатели испытывают, ну, хотят У них, они показывают больше заинтересованности в негородских домах, да? И квартирах Чем дальше от города, тем лучше И еще есть такая вещь, как второй дом Очень многие состоятельные люди хотят, приобретают второй дом Ну, дача, да, как мы привыкли это называть Вот, и сейчас идет такой тоже рынок Спрос большой на те места, которые вот в таких вот в лакжери местах Типа Hamptons, Palm Springs, Greenwich То есть там покупаются вот эти вторые дома И вы видите, что рост таких вторых домов Лакжери Дач Растет, растет очень-таки серьезно Вы можете останавливать это видео Делать паузы, смотреть все эти статистики Просто я не хочу заострять на них слишком много внимания Потому что это вы реально можете сами посмотреть, почитать Пожалуйста Еще одну вещь вам хочу сказать Что мы сейчас наблюдаем Это то, что покупатели во время вот этого вируса Сидя дома уже много-много месяцев Начинают понимать, что их устраивает в их доме Что их не устраивает в их доме Соответственно, меняются интересы покупателей То есть очень многие люди ищут уже вещи Как бы немножко отличные от того Что было, что пользовалось большим спросом, скажем, год назад То есть если раньше люди хотели открытый open space Где у вас, допустим, вы заходите И у вас на кухне один большой там island Зал, dining, все в одном месте Никаких стен Все как бы открыто Все тусуются Все замечательно Такое раньше было очень популярно Сейчас идет рост заинтересованности в стенах Чтобы... И это связано, наверное, с тем, что много-много уже людей Работает из дома, где надо разговаривать по телефону Чтобы был какой-то privacy То есть уже хочется побольше стен Побольше дверей Чтобы можно было как-то закрыться И использовать более эффективно свою площадь Новые, как бы new construction То есть строители сейчас тоже видят интерес Очень высоко он растет Он очень быстро растет, этот интерес в их продукте Потому что многие хотят просто сами Модифицировать свое жилье Именно так, как им это надо А это проще всего сделать Именно в момент строительства Поэтому очень многие строители Видят рост интереса именно в их услугах Вот, ну, на этом все Я просто вам хотела рассказать вообще Что таки происходит на рынке Видео получился довольно-таки длинный Так что, если еще есть какие-то вопросы И вы хотите что-то обсудить Пожалуйста, звоните, я с удовольствием отвечу Ну и на следующую пятницу Я не знаю, о чем говорить Поэтому я вас очень прошу Дайте мне ваши идеи Я с удовольствием их рассмотрю И ту, которая мне понравилась Обсужу в следующем видео А сейчас хороших вам выходных Старайтесь, чтобы вам было не слишком жарко До встречи в следующую пятницу Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok